В начале сентября к нам в голову пришла такая идея помочь людям, которые правда в этом нуждаются. Я предложил своим родителям и одноклассникам сделать волонтерский проект. Мне нравится, что бабушки приходят к нам в гости в школу. Мы садимся за стул и едим всякие пирожные, пирожки и так далее и тому подобное. Первая встреча была в Суке. Мы с ними пели, пели на иврите мы, а они пели на идыши, но мы друг друга понимали, потому что их выражение лица это просто не описать. Когда была Ханука, мы пригласили их на наш спектакль «Силу света». Этот спектакль про варшавское гетто. Этот рассказ написал волшебец Зингер. Бабушки плакали, а наши мамы накрыли стол, как для семейных посиделок. Где все кушали, рассказывали всякие истории, тоже пели, и это очень все было весело, классно. На Хануку с нашими родителями, учителями и учениками мы поехали в хоспис. Когда мы приехали в хоспис, было очень много людей, которые нуждаются в помощи. Я думала, что это дом смерти, это дом, где, ну, умирают. Оказалось, что когда я туда вошел, это дом, где не умирают люди, а где им оказывают помощь. Мы ездили по палатам и угощали пациентов. Мы дали все, что нужно, зубные щетки, пасты, сладости, раздали людям, которые, ну, нуждаются как бы. И когда мы к ним приезжали, им было уже не так грустно. Они хотели поговорить с нами. Например, одной бабушкой попросила нас научить ее считать. Когда ко мне пришел ребенок и сказал, что ему нужно 130 зубных щеток и зубных паст, я была очень удивлена, потому что это очень странное количество, непонятно, зачем столько. Потом он мне объяснил, и я, честно сказать, была очень тронута, и это было очень для меня, ну, как, волнительно, можно сказать. Я поддерживаю его в этом начинании, что оказалось, что для хосписа это действительно предмет первой необходимости. Это очень важно для людей, которые там лежат. Я предложила маме участвовать в волонтерском проекте, и она меня поддержала. Мой Глеб довольно стеснительный мальчик, но он всегда хочет участвовать в хороших начинаниях. А я всегда готова ему помочь, поддерживать его и помогать. Работники хосписа пригласили мою маму работать в хоспис, и для меня это оказалось очень прикольно, то, что моей маме разглядели что-то очень доброе, и пригласили ее работать с людьми, которые нуждаются. Я очень горжусь своей мамой. Когда ко мне пришел Савелий и сказал, что нужно спечь пирожки и что-то сладенькое для хосписа, я очень удивилась, но очень горжусь им, что ему пришла такая идея в голову. Для меня это важно, потому что я хочу помогать людям, которые нуждаются и считают это хорошим делом. Мне это важно, потому что мы помогаем и делаем добрые дела. Я рад, что могу быть полезным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова